Арена маленькая, лед большой для нас. Тот же позитивный тренер. Было видно, что он нервничал в первую игру свою против нас. Много таких моментов, которые, ну, грязные. Это большое счастье для нас, для нашей семьи. Всем привет! Меня зовут Даша Тубульцева. Это канал Хоккей Спорт 24. Если еще не подписаны, вы знаете, что делать. Наш новый выпуск – это интервью с Владиславом Гавриковым, защитником сборной России. Мы с Владиславом созвонились накануне матча со Словакии, обсудили первые матчи сборной России на чемпионате мира, как живется игрокам в пузыре, а также весь сезон Гаврикова в Коламбусе. Команда Владислава не попала в Плоуфенхэл. Это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, Влад сумел приехать в сборную на чемпионат мира. Давайте смотреть. Влад, расскажи, как вообще вам в пузыре? Вы уже неделю находитесь в изоляции. Ну, в принципе, не так плохо, на самом деле. Потому что сейчас пошли игры, тренировки. Так день все равно более-менее расписан, чем ты занимаешься. А когда первые два дня приехали, довольно было странно не выходить никуда из номеров. Когда еду тебе приносят постоянно, такое немножко чувство. Но, тем не менее, у нас две тренировки было по зуму. Позанимались, немножко разогнали кровь, порядок мышцы. Немножко привели все равно. Это такое переключение деятельности, когда тем более все вместе по зуму занимались. Лучше, чем ничего. Потому что, как я уже сказал, сидеть одному в номере – такое удовольствие два дня. Слушай, вот ты был в Пузыре в прошлом году, и сейчас тоже в Пузыре. Вот можешь сравнить, где было сложнее и где были правила построже? Сложно сравнивать, потому что две разных конфигурации было Пузыря. Сейчас и там. Там у нас было два отеля, между которыми мы могли перемещаться свободно. Ну, свободно я имею в виду. В наших рамках свободно. У нас были шаттлы, на которых мы могли были ездить. Ко второму отелю был присоединен стадион для американского футбола. Там мы могли выходить, побегать, мяч поиграть, еще что-то пойдет. Даже просто могли выйти погулять. Также были внутри рестораны, куда мы могли ходить в разных отелях, разные рестораны, стадионе также. Там какой-то бар, ресторан был. То есть мы в нашей территории могли спокойно перемещаться. Здесь немножко по-другому, потому что здесь мы даже не можем выйти на улицу, грубо говоря, у отеля постоять. Потому что как только приезжает автобус, мы садимся, раньше выйти нам нельзя. Соответственно, у нас улица, грубо говоря, и прогулки сокращены. То есть вообще, в принципе, прогулки не предусмотрены? Может быть, вас куда-то вывезут в лес, еще куда-то подышать воздухом? Да, я слышал, да, должно что-то такое быть. Но сейчас, вот просто пока по первой неделе, тут особо такого ничего не было. Мы придерживались расписания номер, автобус, арена и обратном направлении. Сергей Толксинский рассказывал после матча в Великобритании, что вы играете в шахматы, в домино. Кто, вот мне интересно, чемпион по настольным играм? Да, я там не был, на самом деле. Ребята там играют, да. Я туда даже не поднимался, не заходил еще пока. Я думаю, еще возможность предоставиться. Насколько правдивы были разговоры о том, что вот эта первая победа над Чехом была крайне важна, чтобы почувствовать уверенность на чемпионате мира? В принципе, любая победа сейчас важна. Надо выигрывать, занимать место как можно выше и оттачивать свою игру, в которые моменты, если есть ошибки, надо это все устранять. Потом все это нам пригодится в дальнейшем. И, в принципе, всегда хорошо начинается победа, победная эмоция. Как я уже говорю, всегда важно выигрывать. Но перед чемпионатом мира чувствовали давление? Что вот говорили, что она слабый состав, что вообще чемпионат мира не тот, и вратари слабые, и атака не такая крутая, что вообще из группы могут не выйти. У меня давления к этому абсолютно никакого нет. Я об этом не думаю. Есть сборная. Мы здесь все, и нам нужно доказать, что мы можем играть на самом высоком уровне и выиграть все матчи. Вот и все. В принципе, все просто. Следишь вообще за чемпионатом мира? Как играют соперники? Удивляюсь, что у ТСШ сначала обыграли Канаду, потом проиграли Казахстану. Там вчера датчане обыграли шведов. Да, да, есть там интересные результаты, но все, кто выигрывает, все выиграют по делу, если так посмотреть. Особо не получается смотреть там все матчи, какие-то голые просто нарезки. Вот поэтому думаю, все справедливо. И латыши справедливо выигрывают. У них хорошая, сильная команда. У них хороший вратарь сейчас с нашей системы. Матис. Ну вот, хорошо сыграл, выручил. Поэтому тут, как говорится, каждый может обыграть каждого. Да. Тут ничего другого нет. Надо просто, если конкретно про нас говорить, настраиваться на каждую игру и смотреть за своей игрой, как мы играем. Ну вот удивлен, например, то, что Чехи проиграли два первых матча в группе, хотя перед стартом все говорили, что у них суперкрутой состав. Там и Врана, и Хыть, и Лузадина есть. А тут такая неудача. Ну, нужно время. Они еще никуда не вылетели. Это только первые два матча. Ничего страшного не произошло для них тоже в турнирном плане. Сейчас я уверен, что они сейчас привыкнут, наберут ход, и они все так же остаются очень опасным соперником. Как тебе вообще играть на этой арене в Олимпийском центре? Она очень маленькая, если болельщиков нет. В принципе, ничего страшного. Это не такая проблема. Болельщиков, как я слышал, могут допустить. Будет хорошо, если так произойдет. Если нет, то, как я уже говорил, ничего страшного. А так, арена маленькая, лед большой для нас. Поэтому у нас немножко другие были сначала вопросы. А в плане организации, в принципе, все очень хорошо сделано, как и раздевалки сделаны, и лед, и все-все-все. Так что это не проблема. А как чувствуешь, уже перестроился на европейскую площадку, или тебе еще время надо? Ну, все равно накладывает отпечаток, когда ты играл в сезон так, и уже привык какие-то вещи инстинктивно делать, зная, какая площадка. Сейчас немножко перестраиваться надо. Потому что вначале позиционно немножко не понимал, из-за разницы в эти несколько метров. Это очень-очень большая дистанция на льду. И вообще, когда все происходит за долю секунды, надо подстраиваться как можно скорее. Поэтому пока я все еще привыкаю. Но уже сейчас, после второй игры, уже могу сказать, что получше. Расскажи про работу с Валерием Драгином. Вы с ним работали в молодежной сборной. Что изменилось в тех времен? Тот же позитивный тренер. Не знаю. Он все так же встает на скамейку, кстати. Я заметил. Потому что здесь тоже плохо видно. Он тогда у нас вставал на борт. Это уже четвертый чемпионат мира. Ты в последние годы все время ездишь на турнир. Когда уже будешь капитаном? Не знаю. Это к тренерам вопрос. На самом деле, я на это не акцентирую особо внимания. Это не так важно, кто капитан, кто ассистент. И у нас все лидеры должны быть. Каждый должен вести за собой в трудные минуты. И каждый-каждого должен подбадривать. И в раздевалке, и на льду, и вне льда. Поэтому не так важно, у кого висят буквы. Важно, как ты себя чувствуешь внутри команды, внутри раздевалки. Вот Илья Ковальчук в этом сезоне в «Авангарде» играл, и его называли таким «Вафей». Ты, учитывая, что у вас очень много депутантов в команде, можешь сказать, что такой уже опытный «Вафей» в сборной? Я ни в коем случае нет. Илья, Илья – это вообще другого калибра сейчас спортсмена, с которым мы разговариваем, и человек. Он столько прошел, у него колоссальный опыт, он столько выиграл. Поэтому тут даже неуместно такое сравнение, если честно. Слушай, а у тебя были вообще какие-то сомнения, когда пригласили в сборную? Такой напряженный, тяжелый сезон был в «Коламбусе». Сомнения по поводу поехать в сборную или нет? Да, да. Ну, учитывая, что «Пузырь» – такой необычный турнир по-своему. Да нет, у меня на самом деле не было сомнений. Если здоров, я всегда рад приехать, быть в сборную. Это всегда событие, не важно, что это. Тем более, здесь чемпионат мира сейчас. Даже что он в «Пузыре», это не отменяет того, что это чемпионат мира. И я в сборную всегда с удовольствием приезжаю. Вот многих русских ребят не отпустили клубу «НХЛ» по здоровью. «Коламбус» тебя без проблем отпустил на чемпионат мира? Не пришлось там уговаривать их? Нет, нет. Все было в принципе спокойно, не было никаких проблем по здоровью. Доктора осмотрели, заполнили все документы и приняли решение, что я могу ехать. Так это все просто решается, потому что их достаточное количество компетентных людей, которые решают эти вопросы, потому что они действуют прежде всего сначала в интересах клуба. Потому что это их обязанность следить за нашим здоровьем и давать какие-то рекомендации. Если какая-то есть травма, которая тебя не беспокоит сейчас, но, возможно, она может выстрелить там, если тебе не дать отдых, то они принимают такое решение. Это их компетенция, и это решение нужно уважать. Про сезон в Коламбусе. Вот что все-таки у вас пошло не так? Почему не вышли в плей-офф? Трудно что-то одно назвать, потому что все складывается из деталей, из маленьких. Где-то нам не хватило очков, чтобы остаться в гонке до последнего. Потому что сначала мы первую половину сезона держались близко к зоне плова. Затем начали проигрывать игры где-то в овертайме, где-то по булитам. Недобор вот этих очков. А там каждое очко важно, тем более при игре в своих дивизионах, когда все очки держатся внутри и неоткуда, грубо говоря, извне взять. Как обычно бывает, если в другую конференцию едешь, кого-то выиграл, поднялся у себя. Здесь все внутри, и поэтому проиграли ключевые игры. Были серии неудачные у нас подряд, тоже поражения. И все вот это вот наложилось. Что вообще у тебя, что было в голове, когда был дедлайн? Из Коламбуса перед дедлайном как раз очень, достаточно много игроков важных пришло. Ну, в принципе, не сказать, что это было прямо в один день неожиданно. Все понимают, какой это бизнес, как это работает. И много слухов вокруг команды ходило, что именно этих ребят могут поменять. Конечно, как случилось, так случилось. С этим ничего нельзя было поделать. Опять же, решение руководства, в которое не имеет смысла влезать. А для ребят, наоборот, может быть, какой-то импульс, толчок. Сейчас они играют в лоуф, что хорошо для них, могут побороться за кубок. Ну, ты в тот момент уже понимал, что, скорее всего, Коламбус не попадет в лоуф? Скажем, оставались шансы, но они были не такие уже высокие. То есть нужно... Не все уже зависело от нас. Даже если бы мы выиграли все игры, нужно было, чтобы определенные соперники проиграли свои игры, что это уже довольно сложный расклад, когда ты не можешь все контролировать, я имею в виду, своей игрой и своими победами. Вот, поэтому там уже ближе к концу, да, стало понятно, что шансов у нас практически нет. Вот Савара, в котором ты много играл, обменяли станку, вообще скучал по нему после его ухода? Ну, конечно, столько времени я с ним провел на льду, и в льда тоже общались. Было очень странно, когда на первую игру мы вышли, я увидел в другой майке, с другой стороны. Но он сам тоже говорил, что для него это тоже очень странно, потому что он в клубе, по-моему, почти 10 лет он провел в организации, и, ну, когда уже настолько, настолько для тебя все до боли знакомо и привычно, и в всякий какой-то момент ты выходишь. В этом же сезоне, когда ты сидел неделю назад с ребятами там на обеде, ты уже выходишь против них играть. Это, конечно, такое даже очень, очень тяжело на самом деле. И было видно, что он нервничал первую игру свою против нас. Это было, ну, ожидаемо и понятно. Как я говорю, когда столько времени проводишь в одном месте, и все друг друга так хорошо знают, так и получается. Что скажешь по своей игре в сезоне? Ты, как правило, ты опять же много играл, так как в прошлом году был надежен в Воронье, или вот твое мнение? Все равно можно и лучше, лучше было сыграть в середине сезона. У меня там был спад, и я несколько игр провел. Ну, крайне неудачных, скажем так. И после этого немножко пришлось переступить где-то через себя, немножко поменять игру, чтобы вернуться на тот уровень, где я был. Ну, в принципе, к концу сезона стал уже более-более, более-менее. Но, опять же, нельзя быть довольным своей игрой. Игрой, в принципе, в целом команды, когда ты не попадаешь в плей-офф или там не добиваешься чего-то. То есть всегда где-то есть моменты, когда ты оборачиваешься и думаешь, где я мог сыграть лучше. И таких моментов, в принципе, по сезону довольно много, касаемо меня и касаемо команды. А с чем был связан вот этот спад в середине сезона? А, лично мой? Да. Ни с чем особо я его не связываю. Ну, просто вот одна ошибка за другой. И тут важно вовремя правильно отреагировать и остановить вот эту цепочку, когда ты не можешь там взять себя в руку, начинаешь нервничать. Это ни к чему хорошему никогда не приводит. Просто здесь нужно чуть-чуть переключить голову, понять, почему произошло, провести анализ и избежать этого в дальнейшем. И не очень у меня поначалу это получилось. Из-за этого у меня так оно все в наслоение пошло. Но потом, спустя буквально пару матчей, все нормализовалось. Вот уже официально известно, что Джон Тартарелло не останется на следующий сезон. Ты лично будешь по нему скучать? Потому что создается впечатление, что вы-то нашли общий язык. Ну, естественно, конечно. И, ну, опять же, проведя какое-то время с человеком, к нему привыкнув, уже что-то другое будешь воспринимать как не из ряда вон находящий, но все равно это новый тренер, немножко новая система и новые правила. Но при всем при этом, опять же, это тренер, при котором я пришел в лигу, который мне доверил во втором раунде сыграть одни из решающих игр, что, конечно, для меня оставит память, память на всю жизнь для меня. И какой он был человек вне льда, тоже прекрасный человек, хороший специалист. В клубе тоже провел шесть сезонов. Это очень долго для тренера быть при одной команде столько. много времени. Поэтому, естественно, я ему благодарен. А следишь вообще сейчас за плей-офф МХЛ? Да-да-да, слежу. Ну, так я смотрю уже с утра просто обзоры игр. Естественно, ночью я ничего не смотрю. Но, например, вчера в удобное время там поиграла с Флоридой. Вот их можно было посмотреть. А так по ночам-то, конечно, игры особо не будешь смотреть со своим графиком. Вот мы сегодня утром с коллегами обсуждали, пришли к выводу, что этот слоу-офф – это какая-то просто сплошная драка. Все друг друга бьют буквально в каждой серии. То есть я вот такого не помню, чтобы весь первый раунд был таким жестким. С чем ты это связываешь? Вот у меня есть теория, что просто из-за того, что команды весь сезон играли в одном дивизионе, там встречались почти восемь раз, и накопилось уже очень много злости, обид, всяких историй. И вот сейчас это все выплескивается. На самом деле в Кло всегда игра другая в этом плане, в силовом плане я имею в виду. Всегда все жестче, и всегда все плотнее. Я бы не сказал, чтобы прям я увидел, что прям очень-очень жестко, что там много-много драк. Естественно, накладывает отпечаток, то, что мы провели, да, по семь, там восемь, кто-то девять даже игр между собой, и какие-то уже есть там, возможно, моменты недосказанности, которые хотят ребята в плей-офф разобраться. Ну, а плей-офф отличается от регулярки в этом плане кардинально. Поэтому не думаю, что там что-то прям за гранью, но да, много таких, есть каких-то моментов, которые, ну, грязных, скажем, грязных, да, которые не хотелось бы видеть вообще никогда, в принципе, ни в плов, ни в регулярке, но так вообще в общем и целом получается, что просто это, ну, такая жесткая-жесткая, да, жесткие серии, жесткая игра. Тут у тебя в марте родилась дочка. Признаешь, разделилась ли жизнь там на до и после, и как вообще появление ребенка повлияло на тебя? Да, это, конечно, событие, которое вообще, ну, это большое счастье для нас, для нашей семьи, это новая ступень для нас, и, блин, ну, это круто, это здорово, вообще эти эмоции, конечно, их слова не подобрать, слова не подобрать, не описать вообще, как это и что это. Ну, до и после в этом плане, естественно, такое будет, потому что, когда появляется ребенок, у тебя меняется жизнь, ты постоянно должен заботиться, постоянно смотреть, постоянно проводить время. В этом плане, естественно, там что-то, прям, если я скажу, там, сало кардинально плохо, нет, конечно, такого нет. И это вообще большое счастье, быть рядом с дочкой, наблюдать за ней, как она, там, первая улыбка, первые движения, первые, там, какие-то смешки ее, вообще все, как она начинает смотреть, за тобой наблюдать. Ты это видишь постоянно, каждый день, и не можешь просто нарадоваться. Я там, когда уезжал, получилось, у нас почти две недели поездка была, тоже смотрел за ней постоянно. Вроде бы звонишь, там, по видео, наблюдаешь за ней, потом приезжаешь и говоришь, блин, она так выросла, уже две недели всего прошло. Я даже не представляю сейчас, я уехал, тоже почти на месяц, я вернусь уже, насколько она будет большая, хотя тоже так же, каждый день созваниваемся с женой, и не могу просто налюбоваться на нее. Это, конечно, ну мы очень счастливы, и жена просто умница вообще, с ней постоянно тоже был от начала и до конца, и на нее тоже посмотрел вообще с другой стороны, ну так немножко переосмысливаю все равно эти моменты, поэтому это большое счастье, если вот подытожить. А вот в хоккейной работе это тебе помогают эти эмоции, или наоборот мысли от дочки, вот сложно теперь сконцентрироваться, может, порой надо на своих обязанностях? Ну, работа есть работа, когда это хоккей, да, но когда они на первую игру пришли, я не мог держать улыбки, когда видел, что жена держит ее на руках, укачивает, хотя обычно она просто сидела, болел за нас, и она стоит и ее укачивает, это, конечно, было для меня очень-очень страшно, но это добавляет позитивных эмоций, естественно, когда вся семья в сборе на хоккей. Отпуск планируете в Петербурге провести? И когда уже собираешься в Америку ехать? Еще пока не думал, потому что не объявляли нам точный ряд по сезону. Если сезон будет как обычно, то так же и будем придерживаться плана, если это будет конец сентября, то, наверное, где-то к сентябрю. То есть сейчас довольно сложно все прогнозировать, подождем сейчас, когда уже все объявят, и там уже можно будет распланировать. Пишите в комментариях, как вам интервью с Владиславом, с кем бы вы еще хотели увидеть интервью на нашем канале, и напоследок конкурс. Я хочу разыграть вот эту шайбу с чемпионата мира по хоккею. Это очень ценный подарок, потому что на данный момент вообще атрибутика не продается ни онлайн, ни в магазинах в Латвии. Таких шайб сейчас очень-очень мало. Условия конкурса. Вам нужно написать, каким образом Владислав Гавриков забросил свою первую шайбу в КХЛ. Важно написать, не когда он это сделал, не ворота какой команды, а как. Нужно описать этот гол. Свои варианты указывайте в комментариях. Правильно и рандомным образом мы выберем и отправим победителю эту шайбу. Всем удачи! А мы с вами скоро увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова